друзья здравствуйте сегодня поговорим о защите многие в личку задает вопрос а какую же защиту лучше выбрать как ее собственно сделать потому что мы хотим делать все что мы хотим и чтобы нам за это ничего не было но понятное дело что когда мы ведем себя потребительски к этой системе вот проявляю себя как потребители точнее нам хочется делать все что мы хотим взаимодействие с людьми вот просто на широкую ногу на широкую руку и потом собственно чтобы нам за это ничего не было давайте разбираться что такое защита как она работает и что такое лучшая защита вообще когда мы касаемся защиты мы понимаем что мы встаем в линию обороны то есть мы заведомо понимаем что на нас будут нападать нам будут что-то говорить с нами будут взаимодействовать давно каком-то уровне агрессии и нам нужно будет отражать это пусть даже это будут мысли чувства идеи других людей соответственно вы понимаете что вы становитесь в защиту то есть вы обороняетесь но здесь нужно сразу вспоминать а что собственно защищается вот представьте себе ситуацию вы чувствуете что вас что-то болит вот приведем аналогию что вы будете делать если у вас что-то были например живут то человек сагбенный он сгибается он старается за животик ручками взяться закрыть его правда или например там если случилось что-то там по рамка да мы что стараемся сделать я тут постоянно цепляется что-нибудь такая жизнедеятельность тут хоть на каком пальце захочешь показывает любой хорош вот то есть мы берем лейкопластырем закрываем далее перчаточки надеваем чтобы влага не попадала если только-только поранились она нужно в какую-то агрессивную среду ручки опускать то есть мы болезненное место которое поражено мы начинаем защищать правда а что это значит это значит что есть боль какая-то есть какая-то проблема есть какая-то деформация которую мы прикрываем то есть если мы говорим нам нужна защита и мы ищем специально среди там например символов знаков там еще там чего-то соответственно защиту многие рунами занимаются там всей светлую грамоту трогают или например самостоятельно и изыскивают какие-то способы защиты все это не просто так то есть люди ну как бы вот представьте вы идете среди цветущего сада вам хорошо будете ли вы держаться за живот а если вы чувствуете агрессивную среду и свою уязвимость биологическую ментальную психическую естественно вы будете стараться защитить так вот вот эта защита желание защиты это именно желание скрыть утаить защитить отгородить от своей проблемы своей боли которые есть внутри человека а теперь представим ситуацию ситуацию вы приходите в школу вас урок физкультуры вот если человек школьник до слабо подготовлен он конечно будет вот так вот боже опять физкультура какой кошмар а человек который там условно хорошо бегает хорошо прыгать на тренировать занимается спортом ребенок будет с радостью на физкультуре вот просто ну что но физкультура и хорошо мозги от математики отдохнут или от русского правда то есть наше собственное несовершенство толкает нас на разработку какие-то заградительных методов например справочка от родителей что я не могу ходить на физкультуру или например там из больницы до что я там ножку повредила или ручку или попу или еще чего-нибудь такое понимаете то есть наше собственно несовершенство это источник деформации которые мы пытаемся защитить не решить их не разобраться с ними и стать безупречными а значит неуязвимыми вот я хочу чтобы вашей голове вот я несколько раз это проговорю безупречное поведение не идеально не надо путать с идеальным то что идеал но такое размытое понятие да будем так говорить особенно когда мы понимаем что расти до идеала можно бесконечно и предела совершенства нет условно а вот безупречность она позволяет быть настолько универсально в любой ситуации что что вам не скажи вы не отреагировать ну я приведу пример вот человек у которого хороший интеллект он достойно там разбирается хотя бы в своем узком направлении он специалист в чем-то ему говорят ты там например в этом направлении идиот ты дурак он спокойно отреагирует для него слова которая прилетела она не будет значимым вообще не будет никаких эмоций он просто улыбнется и слова мимо прилетит потому что в этом в этом аспекте у него есть защита ум навыки способности понимаете то есть отсутствие безупречности организует слабые места а у нас там где тонко там рвется у человека жадного стресса нервоза когда он теряет деньги у человека там например с плохим здоровьем или со слабым здоровьем да вот кто-то слово плохое сказал сразу по физике пробует то есть нам нужно не охрану искать вот я хочу до всех достучаться все бегут с этими оберегами с этими защитами с этим еще не поймёт на чем чуть ли не татуировки себе где-то делать да мы можем чуть усилить себя да мы можем на некоторое время использовать и апотропии свастичные символы еще много чего это действительно работает это правда но это как знаете как как палочка до для хромого человека вот на некоторое время пока ножка не заживёт а мы думаем что мы найдем универсальную защиту и она нас спасет мы есть сила и мы есть защита и мы есть абсолютно невероятное нечто что является безупречным началом так вот что такое безупречность есть два принципа один считается человеческим принципом в принципе он в библии так или иначе описано несколько другими словами но он проявлен он есть я не буду первым человеком который его озвучит есть два принципа один считается человеческим другой божественным значит человеческий принцип звучит не делая другому того что ты не хочешь что делали тебе да но то есть это не значит что во всем и всегда что разные ситуации но в целом этот стимул этот это правило каноническая канон будет говорить он не идеален но он более-менее отражает суть взаимодействия на человеческом уровне когда ты понимаешь что вот если тебя ударят больно по руке по ноге но это будет плохо значит и не бьешь других понимаете а есть божественный принцип который я считаю что можно хорошо поддерживать и соблюдать было бы великолепно если бы все именно к нему стремились не делать другому того чего-то не хоть чего не хочет этот человек то есть получается вы знаете свою силу вы видите слабое место человека условно например но вы понимаете что если я это скажу это сделаю там например материально каким-то образом повлияю на человека психоэмоционально духовно душевно то ему будет больно ему будет неприятно у него создастся ситуация когда он не в силах это все решить на данный момент понимаете то есть мы не наносим удары по другому человеку понимаешь что ему будет не комфортно мы будем плохо ему будет не по себе понимаете то здесь вот этот аспект он очень важен если мы думаем что все вот так легко и просто нет это труд над собой безупречность дает абсолютную защиту но для того чтобы она возникла нужно прекращать друг друга эмоционально бить я вам объясню ситуацию телу мы не можно возразить я понимаю что вы скажете да мы будем так поступать и все но другие то люди якобы не знают этого принципа я вам расскажу как купится потенциал безупречности вы представьте себе ситуацию у вас пустой кувшин вы берете капельку раз кувшин даже испарение происходит понятно что например пустыня через час еще капельку через час еще капельку зашел солнышко а вы ночью и каждый час по одной капельке рано или поздно понятное дело что через энное количество времени рано или поздно наполнится сосуд и он начнет изливаться и вот это качество которое вы нарабатываете безупречности она создаст поле в котором будут вязнуть все атаки энергетические все боли все проблемы все психоэмоциональные сопричастия к вам негативные понимаете все легко то есть не нужно но как бы потому что вся механика любая какую-то татуировку в этом как вы сделать апотропей или вы там сделаете что-то я не знаю там рунами обвешаетесь да это работает это действительно работает но это работает на уровне клюки и палочки то есть это как храмому но мы наши же задачи не поддерживать проблему в организме и компенсаторно стараться вот ходить криво а зарастить ножку сделать себя абсолютно неуязвимым в силу то что у нас есть поле неуязвимости понимаете мы накопили такое количество сил что теперь нас пальцем не тронуть не потому что это выгода не потому что так надо а а потому что это по-человечески потому что это по божественному когда ты смотришь другого человека и видишь бога вот я у меня я приведу свой пример я всегда привожу примеры которые но как бы в моей жизни они случались ко мне пришел человек ну там на свои процедуры на свои дела а я смотрю по полям события там ну есть чего там столько грязи там отношение другим людям отвратительно просто ужасно но в нем я видела одно хорошее качество и действительно за него можно было похвалить я каждый раз когда его видела я говорю сушу тебя такое классно вот это вот проявление характера ты такой ну вот уникальную в этом плане и меня это восхищает я ему открыто это говорила хотя я знала что там еще много чего товарным поездом помимо этого присутствует но человек так воодушевлялся и он помогал он там не мне не ради выгоды а просто реально мне восхищала это качество в человеке и он старался и так и сяк и 5 10 и угодить и там привезти отвезти не уже было неудобно его о чем-то просить но понятное дело что у человека там своя семья свои дела и все но сам факт что человек видит добрые отношения начал меняться а вот представьте что это добрые отношения но может быть с разных сторон и ведь он понимал что я хвалю не просто так и предметно то есть он действительно заслуживает этой похвалы поэтому наша задача не упираться в плохое а вот прям расширить шоры убрать их со своей головы и начиная с людьми общаться как с людьми а еще лучше как с богами и когда мы начнем это делать нашем сознании вот тут вот вот тут прояснится много чего и мы перестанем бегать с этими символами рунами там еще там чем-то да все это нужно для набора определенного потенциала для того чтобы обрести новую функцию способности возможности но не для того чтобы сидеть вот так вот дрожать а было обложиться символами идут а вот час прилетит а у меня все будет хорошо вы лучшая защита вы лучше а зеркало всего что происходит потому что если вы безупречны сквозь вас это все пролетит вас даже не зацепит не за что цеплять боли не ну вот так я постаралась раскрыть этот момент потому что все мне пишут дайте защиту дайте защиту то чтобы всегда в свою защиту дам какую-то я там какую-то придумаю это не значит что она вас будет работать пришел мне свой организм свои опции свои способности но есть одно то что работает у всех безупречность я на каждом свой курсе касаясь этих моментов вот в обережной одежде там действительно существуют обереги для тела которое мы используем в элементах одежды в крое обережной одежды и эти вещи они все работают но это опять же как вишенка на торте как дополнение вашей безупречности то есть я символами тоже работаю но я знаю что они на самом деле дают и для чего они нужны не для того чтобы спасать жизнь а для того чтобы обретать нечто новое необыкновенно и чудесно я вас благодарю после вас все ладится и получается всего доброго